Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Хорошего вам настроения! Сегодня мы катаемся на SOMO SM. Этот танк у нас появился в предложениях в магазине за золото. Сейчас посмотрим, что за предложение. SOMO SM без ничего абсолютно голый, стоит 10 тысяч золота. А вот такое вот предложение есть с оборудованием, легендарным камуфляжем Гренадер. Сейчас посмотрим на него. Вот так выглядит этот камуфляж. Вот, и еще там аватарка у нас, да, слот в ангаре. И тут еще нарисована почему-то вроде как снежная пушка, вот эта вот, да, которая обвес. Но ее почему-то в набор не положили. Ну, видимо, забыли или что-то пошло не так. Вот, в общем, 12 с половиной тысяч. Сегодня обкатаем, посмотрим вообще, что за танчик, стоит ли его брать. И как на нем вообще играть, и как играть против него. Обязательно разберем ТТХ броню. В общем, поехали. Надеюсь, вам понравится. Обязательно поставьте видосику лайк и подпишитесь на канал, будет еще много интересного. Не забудьте. Ну, СОМ и СМ, в принципе, танчик неплохой. Вот, достаточно эффективный. Я сегодня на аккаунте друга. Мы сегодня покатаемся на американском сервере, потому что у меня этого танка, к сожалению, нет. Вот, но, если честно, за 10 тысяч, я считаю, немножечко, наверное, дороговато. Вот, для такого танка. Но в прошлый раз, если учитывать, что он продавался за 12 с половиной, и у него в комплекте было только оборудование, вот, то сейчас он, видите, как уже за 12 с половиной уже с легендарным камуфляжем продается. В принципе, не так уж и плохо, да? Вот, то есть танк дешевеет потихонечку, в отличие от других некоторых танков. Ну, это значит, что танк, наверное, недостаточно эффективный, не такой эффективный, как хотелось бы, да, наверное. Вот. Так, что у нас тут уже? Ребята уже заезжают, а я уже получаю зазряда. И вот, видите, как ружка смотрит на нас и не понимает, куда нам стрелять. Потому что брони, действительно, у танка много. Вот, действительно, есть чем потанковать, так скажем. Сейчас попробуем дозабрать ружку. Но нет, у нас не получилось, к сожалению. Ничего страшного. Вот, у нас Блэк Принц. У нас сзади ребята заезжают, нам надо как-то танковать. Видите, как у танка барабан на три снаряда, да? Вот. Барабан на три снаряда. Да, и перезаряжается он реально долго. Действительно, очень долго. Вот, нужно прождать, да, чтобы, так сказать, перезарядить его. Вот. Но барабан на три снаряда с Альфой 310. Танк реально очень неповоротливый. Если вы хотите какой-то подвижный танк, то вы попали не туда, так сказать. Вот, если хотите. Но, видите, как, в принципе, танк действительно танкует. Вот, вот, часто танки будут смотреть на вас и не видеть, куда пробивать. Особенно, если это танки седьмого и восьмого уровня. Вот. Но, в целом, в целом, танк реально очень приятный. И, действительно, я, если честно, с какой-то стороны бы, наверное, даже бы и взял. Так, добираем врага. Вот. И пытаемся добрать Химеру. Отлично. Три фрага на балабасили. Давайте еще... Так, вот у нас сзади ВЗ-111. Вот. И долгая перезарядка. Реально долгая. По сравнению с некоторыми барабанными танками, действительно, долго приходится перезаряжаться. Вот. И это проблема. Это реально проблема. Так. Стараемся не подставляться. Ну, видите, как танк действительно танкует. Вот. Действительно, есть чем потанковать. Так. Воин уже в кармане. Осталось найти только шпиц. Вот. И тогда все будет хорошо. Не знаю, уходить на КД или нет. Действительно, вот знаете, когда вы играете на Эмиле, допустим, да? 19.51. Там такой же барабан, но только чуть быстрее перезаряжается. Если вдруг мне вот надо уйти на перезарядку, да? То есть, и где-то переехать. Я сразу же ухожу на перезарядку. И даже не думаю о том, что, ну, там, надо перезаряжаться или нет. Здесь барабан реально перезаряжается, там, на пару секунд дольше. И, если честно, я, прежде чем перезарядиться, надо же желательно, конечно, подумать. Вот. Поэтому. Так. Не успеем. Я чувствую, забрать его. Конечно, попробуем. Мне кажется, что я не успею. Так. Ну. Видите как? Пять фрагов, в принципе, не сложно было. Я бы так сказал. Ну, я не думаю, что я сильно много настрелял, но в целом, в целом танк достаточно приятный. Действительно, может что-то показать, потанковать. Вот. Если вы любите бронированные тяжи, то в целом, в целом, этот танк заслуживает ваше внимание. Я бы так сказал. Ну, смотрите. 2.200, да? Вот. Что по фарму? Давайте посмотрим. Вот с премиум аккаунтом мы нафармили 110 тысяч, но это наверняка у нас есть какой-нибудь бустер кредитов. Давайте посмотрим. Да, у нас есть бустер. Это 22 тысячи. Ну, то есть, считайте, что почти 90 тысяч мы нафармили. Ну, это плюс медальки, да, там и все дела. Но, в целом, я думаю, что очень даже неплохо. Реально неплохо. Давайте посмотрим на сравнение танков. Накидал, в первую очередь, барабанщиков и потом похожих танков с броней и, ну, примерно такой же альфой, только без барабана. Вот, смотрите. Урон в минуту маленький. Барабан на 3 снаряда, но он перезаряжается очень долго. 23, больше 23 секунд. Это самый плохой ДПМ с такой альфой, да, ну, грубо говоря, на уровне. Вот, то есть, действительно, долгая перезарядка. Вот, но это компенсируется броней. Мы ее отдельно потом, конечно же, посмотрим. Вот, пробития хватает. 232, это отлично. Вам не надо будет ставить калиброванные снаряды. Лучше поставить тогда вентиляцию. Вот, внутри барабана перезарядка 3 секунды. То есть, за 6 секунд вы откидываете, ну, там, если да, грубо говоря, в идеальных условиях, вы откидываете 930 урона. Это, ну, я считаю, очень-очень неплохо. То есть, недавно делал обзор на Эмиль-1951. Оставлю ссылку в описании. Можете сравнить вообще эти два танка. Они очень похожи, но по броне, конечно же, выигрывает, наверное, СОМУ-СМ. Вот, что еще важно сказать, что сведение очень долгое. По сравнению со всеми танками, это самое долгое, наверное, сведение вот именно с такой альфой. Мы не берем, там, дедоподобные танки, типа, БЕК-252У там или какие-нибудь ИСы, да. То есть, мы берем именно вот похожие танки. То есть, здесь для такой альфы сведение долгое. Вот, и разброс в целом, ну, не самый приятный, я бы так сказал. То есть, есть гораздо лучше. То есть, этот танк заставляет вас сокращать дистанцию между вами и врагом. Потому что издалека постреливать, ну, в принципе, не очень комфортно. Еще плюс, еще и стабилизация, ну, одна из худших на уровне. Танк при повороте корпуса и башни, и вообще при движении стреляет, ну, то есть, прицел расходится очень сильно. Поэтому, в принципе, орудие не самое приятное, я бы так сказал. То есть, вам желательно играть только на ближней дистанции. Но, тут у нас, увы, на минус 10. То есть, пушка гнется вниз шикарно. За всякие бугорочки, горочки, неровности местности постреливать максимально комфортно. С этим нет никаких проблем. Вот, скорость максимально 40 км в час. Но набрать ее, набрать ее реально очень тяжело, я вам так скажу. То есть, танк медленно достаточно разгоняется. Вроде бы, по цифрам все не так плохо, да, казалось бы, да. Вот, там, тяжелевые Е-75ТС, у них цифры гораздо хуже, да, к примеру. Но, я вам скажу так, что, ну, вроде даже, вот смотрите, по удельной мощности, по-моему, даже переплевывает Эмиля. Вот, но Эмиль, если честно, вот, по ощущениям, здесь гораздо подвижнее, вот, чем с ОМСМ. Подвижности с ОМСМ действительно не хватает. Это какой-то такой тяжело бронированный тяжик. То есть, он, вроде как, чуть-чуть медленнее вертится, но вот еще за этого, за счет этого, наверное. Вот, ну, мне кажется, что по подвижности Эмиль реально лучше. Хотя, по цифрам они почти одинаковые, и, ну, не знаю. Вот, это лично мои, наверное, ощущения. Вот, понятное дело, коэффициент маскировки отвратительный. Доходность. Вот, доходность где-то в районе 175%, я так думаю. Вот, то есть, танк реально фармит. В целом, с фармом реально никаких проблем. Здесь все очень хорошо. Вот, броню сейчас отдельно разберем. Процент побед, смотрите, очень даже неплохой. И по унастрелу среднему, да, и по проценту побед танк, в принципе, достаточно эффективный. 56% для восьмерки это очень даже неплохо. Вот, только там Эмиль, да, переплевывает. Септер немножечко переплевывает. Ну, и, понятное дело, Акула. Акула это самый эффективный из подобных танков. Вот, но такие танки, как там Аймикс, Крайслер Ка, там Шериф, они все проигрывают по проценту побед. Так что, в принципе, Сома СН вполне себе достойный танк. Давайте еще посмотрим броню, потому что процент побед часто очень зависит именно от брони. Брони действительно хватает, особенно если вы попадаете к восьмым и седьмым уровням. Вот, смотрите, башня, да. Башня забронирована в целом. Вот этот бронирис неплохо, да. То есть, выдерживает вполне себе попадание восьмых уровней. Вот, девятки уже, в принципе, будут пробивать, да. Вот, вот этот нижний шарф тоже забронирован неплохо, но есть уязвимые зоны. Давайте так, в принципе, башни не особо пробиваются, но уязвимые зоны сейчас покажу. Понятное дело, что это огромная командирская башенка. Она действительно большая, если так посмотреть. В нее трудно не попасть, она по сравнению с силой, там, достаточно большая. Вот, так что, если где-то на ближних... Ну, вы будете воевать, в основном, на ближних дистанциях, скорее всего. И на ближних дистанциях вас будут сюда пробивать. Это надо всегда учитывать. Так что, всегда надо немножечко мансить, там, вперед-назад. Желательно, немножечко по диагонали, чтобы вашу башенку было сложнее выцелить. Вот, пробиваются восьмыми и девятыми уровнями под маской орудия вот здесь вот. В принципе, несложно здесь вот. Вот, и получается уязвимая зона. Это вот эта вот часть, вот здесь вот маленькая такая, сюда пробивается очень легко. И вот эти вот щечки, небольшие, тоже пробиваются восьмим и девятыми уровнями очень легко. Вот, так, в принципе, вас не пробьют. Но если зарядить голду, то башня почти вся будет светиться серой. Ну, кроме маски орудия. Вот, поэтому это тоже надо учитывать. Вот, что танк не имба, не пробиваемая, а именно, то есть голдой вас обязательно в башню пробьют. Вот, вот верхний бронилист очень понравился, потому что действительно забронирован хорошо. Держит танк, держит удар против танков восьмого и часто девятого уровня. Вот, особенно если вы немножко довернете корпус, приведенки будут еще больше. И часто реально очень будут не пробивать. Но, нижний бронилист очень уязвимый. Он небольшой, вот, это небольшая уязвимая зона, но он пробивается очень легко. Поэтому его желательно всегда прятать. Еще, что очень важно знать, это то, что борт сверху 90 мм, снизу 80 мм. Это отлично подходит для того, чтобы можно было танковать немножечко ромбом, да. Вы выезжаете вот так вот из-за препятствия какого-то, вот так вот у вас спрятана вот эта вот часть, допустим, корпуса. Да, нижний бронилист вы прячете либо за камушком, либо за домом за каким-то. Это выезжаете бортом, вот. И, в принципе, это позволяет вам танковать танки при небольшом довороте, танки 8-го и 9-го уровня. В принципе, ромбом реально обратным, вот. То есть, вот так вот, смотря на врага, выезжая из-за здания, вы, в принципе, можете танковать. Вот. Еще и пряча при этом командирскую башенку за препятствием, да. Ну, то есть, за каким-нибудь домом, да. Допустим, если вы вот так вот выезжаете, у вас торчит орудие и борт, нижний бронилист спрятан. Ну, короче говоря, я думаю, что вы уже знаете. Это я вам так чисто рассказываю. Тут сзади все очень плохо. Вот. У СОМ и СМ сзади просто пробиваются фугасами. Ну, очень часто, практически любыми. То есть, если у вас на фугасах пробитие больше сорока, там, пяти миллиметров, то сразу заряжайте. И как только видите жопку СОМ и СМ, сразу сюда можно закидывать фугасы. На полный урон залетит от всяких фугасных монстров. Это всегда надо учитывать. Корму никогда нельзя подставлять на этом танке. Для тяжа отвратительно забронирован на задняя часть корпуса. Так что, ну, и башни. Поэтому это тоже надо учитывать. В общем, вот такой вот у нас разбор ТТХ брони. И давайте еще катнем боечек. Посмотрим, что танк может показать. Не знаю, если честно, я бы себе прикупил бы данный танк. Но я считаю, что, наверное, даже 10 тысяч золота для него чуть-чуть дороговато. Вот продавался бы за 8,5. Вот как и Миль сейчас, да, допустим. Я бы, честно говоря, может даже и взял бы. Потому что я, ну, в принципе, люблю более-менее тяжи. Вот. И танк реально приятный. Так что, я бы, наверное, даже взял бы. Вот. Давайте еще боечек. Попадаем пока очень лояльно к восьмеркам и семеркам. Вот. Такой вот. У нас интересный сейчас будет замес. Давайте попробуем поехать на реку. Американцам трудно будет написать, что мы едем все на реку. Вот. Ну, я думаю, они увидят, куда я еду. И, возможно, поедут за мной. Ну, хотя, Кернерван у нас решил поехать сам. Такой forever alone. Если так по-американски выражаться. Так. А что у нас там? Хори тоже уехал туда. Это зря, ребят. Ну, честно. Часто играется на этой карте река. Это надо всегда учитывать. Город вообще играется здесь редко. Ну. Раз такое дело. Мы попробуем. Здесь сначала пострелять. А если не получится, уедем в город. Немножечко опрометчиво, может быть, лезу. Так. А у нас все с той стороны. Разворачиваемся. Я ж не знаю, как на американском сервере. Видите, как здесь карта играется по-другому. У нас все часто играют реку. Здесь, ну, видите, как в город все поехали. Может быть, и тоже правильно с какой-то стороны. Ну. Посмотрим сейчас. Давайте попробуем пострелять. Так. Я пока не стреляю так просто. Ну, видите, как не попал. Вот зря просто отстрелялся на самом деле. Можно было снаряд сохранить, так сказать. Вот не попадает. Видите, сдалека не хватает точности реально. Реально не хватает. И очень долгое кд. Вот сейчас мне приходится просто долгое время перезаряжаться, прежде чем просто заехать и откидать барабан. Вот. Барабан с долгим кд часто заставляет вас играть достаточно аккуратно и точно. Отстреливает свой барабан, чтобы не раздавать, так сказать, урон просто так. То есть, ну, не раскидываться, так сказать, этим уроном, да. Вот. Давайте попробуем заехать КВ-5 откидаться. 900 урона все-таки не так уж и плохо. И вот вам читерская броня КВ-5. Ну, это жесть какая-то, просто жесть. Вот. Когда в корму не пробиваешь танк, это, ну, честно говоря, не так уж и прикольно. Так, танкуем. Видите, как танкуем. О, мы тут попали в окружение очень серьезное. Нам надо быстренько ехать и разбираться с АМХ-50-100. И уезжать из зоны огня, так сказать. А теперь давайте посмотрим, что нам может показать наш барабан. Там придется два снаряда потратить, чтобы забрать 50-100. И теперь... Видите, как пробития все равно хватает. Реально хватает. Вот, чтобы... Ну и все, у нас как бы нету возможности сейчас уйти, если честно. Так, давайте попробуем все-таки как-то развернуться, так сказать, на врага. И видите, как фугасы. Вот, видите, фугасы закидывают в корму. Вот. Вот это вот тот самый именно момент, когда у вас просто нет выбора. Вам реально... Блин, вот сейчас вот очень зря откидал реально фугас. Ой, точнее, снаряд. Будем надеяться, что сейчас пробьем. Блин, один хп, ну вот как так? Ребята, один хп, вы представляете? Просто жесть. Ну ничего, мы вроде выигрываем. Видите, как много натанковал. Вот. Не то чтобы сильно много, но все равно часто враги будут по вам, ну как бы, смотреть на вас и не видеть, куда пробивать. Поэтому, в целом танк реально бронированный. 2-400 накидал. В принципе, вообще не сложно. У меня такое ощущение, что много снарядов у меня влетело в молоко. И видите, как если бы я еще стрелял более-менее точнее, так сказать, да? Не раскидывался снарядами, то я бы настрелал бы еще больше. Поэтому, в целом, если играть на этом танке более-менее аккуратно, то вы сможете настреливать хорошие суммы урона. Вот. И, собственно говоря, играть очень эффективно. Вот. Это всего лишь третья степень. Видите, 2-400. То есть, это танк реально играется гораздо лучше. Вот такой вот обзорчик. Ребят, надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте видосику лайка и подпишитесь на канал. Будет еще много интересного. Стараюсь максимально полезные видео для вас сделать. С вами был Ежаня. Спасибо, что смотрели. Удачных вам боев. И пока.